Татьяна Леонова задает вопрос, как вы думаете, возможно ли на практике принятие закона о родовых поместьях? Два проекта уже лежат в Думе. Ну вот, конечно же, вопрос такой очень непростой. С одной стороны, вы видели, я приводил статистику, что у нас с вами по 12 гектаров вообще-то на человека. Но, конечно, если мы с вами уйдем в идею чисто родовых поместьй, не связанных как-то единой серьезной концепцией, то это тоже будет неправильно. Еще раз подчеркиваю, что Россия страна, которая обязана генерировать новые смыслы и новый образ жизни, а не просто на уровне обустройства семьи и себя любимого. Мы должны предложить человечеству такие вещи. Я знаком подробно достаточно с теорией родовых поместьй, и основной разработчик этой теории медиков, он ко мне приезжал и книги свои оставлял. Это, конечно, очень правильные такие в целом настроения, но они должны все-таки решаться в русле более общих концепций. Концепции развития нашей государственности, России в целом. И с целью организации таких вот ареалов поселения, которые в конечном счете, если я и говорю, 5-километровые зоны в основном должны быть. Но они должны быть объединены уже в зоны, которые там по крайней мере сотни километров в диаметре. То есть вот эта вся сотня километров должна быть обустроена понятно и логично и в рамках единой общей концепции. И все вот эти звездочки, фрактальчики, они между собой должны быть определенным образом связаны, дополнять друг друга. И эта местность должна быть самодостаточна.